ТОЛКОВАНИЕ НА ПЕРВОЕ СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ СВЯТАГО АПОСТОЛА ИОНА СТИХИ ДЕВЯТЫЕ ДЕСЯТЫЕ Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, кто делает грех по тому самому, что грешит, есть от дьявола и называется сыном дьявола, как блаженный Павел сказал Елиме, сын дьявола, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? Вспомним Деяния Святых Апостолов, главу 13, стих 10. Очевидно и то, что рожденный от Бога, как Сын Божий, не грешит, потому что семя его Божия. То есть или дух, которого мы получили через дар, которого удостоились, и который, пребывая в нас, соделывает ум наш, не допускающим греха, или же сам Христос, который, обитая в верующих, соделывает их сынами Божими. Как и сам Христос, в семени Авраама есть сын Авраамов. Смотрим Евангелие от Матфея, главу 1, стих 1. И в семени Авраама сказано, то есть во Христе, благословятся народы. Смотрим Бытие, главу 12, стих 3. И послание Святаго Апостола Павла к Галатам, главу 3, стих 16. Объяснение Златоуста. Всякий раз, когда мы грешим, мы рождаемся от дьявола, а всякий раз, когда совершаем добродетель, рождаемся от Бога, потому что семя его пребывает в нас. Семенем называет Духа, которого мы получаем через крещение, и который, пребывая в нас, делает ум наш, не допускающим греха. Если же кто не родится от Бога, тот не получает Духа Святаго. Иное объяснение. Семя Божие есть Христос, Который, обитая в верующих, соделывает их сынами Божьими. Так в семени Авраама, которая есть Христос, благословляются все народы. Иначе семенем называет первое поколение рода начальника, отличающиеся добродетелями. Родоначальник своими добродетелями как бы орошает свое племя. И чем сам приобрел славу, тем и своим преемникам дает возможность быть в славе, особенно если они соблюдают достоинства предка своего, не омраченными. Ибо они доставляют славу не всякому без разбора. Почему иудеи, хотя и напрасно, говорили Христу, «Мы семя Авраамова»? Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 33. Далее стих 10, 11 и 12 стих. «Всякой, не делающей правды, не есть от Бога, равна и не любящей брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны». Апостол примером подтверждает, сколь великое зло ненавидеть брата. Смотрите, говорит, вот Каин возненавидел брата и убил его, несмотря на то, что он родной брат его. Каин имел злые дела отца своего дьявола. Авель же, делая правду, был сыном в отношении к Богу. Здесь дьявол противополагается Богу, а злые дела — добрым. Посему-то Каин, противоположный брату, убил его. Таково объяснение по ходу речи. Но блаженный Иоанн изменил этот порядок, всегда имея особое побуждение. Ибо ему, после того, как упомянул о дьяволе и о том, что делающее зло становится детьми его, естественно было выставить в пример того, кто в начале мира поспешил сделаться сыном дьявола через злые дела. Стихи 13-18 Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякой ненавидящей брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия, дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинною. Покончив о каяне и о злых делах, подобных его делу, опять обращается к любви и говорит, что любовь преклонила Господа положить душу свою за нас, и что, по его примеру, и мы должны полагать души свои за братьев. Но так как это делается редко и немногими, то апостол, как бы пристыжая верных, начинает с небольшого, убеждает к братолюбию. Он говорит как бы так, что говорить о положении души за брата, когда мы видим, что не удовлетворяют братьев своих в необходимом для жизни, и при том не бедные средствами жизни. Об этих я и не говорю, но владеющие богатством целого мира. Посему да постыдятся. Ибо если затворили сердце в этом малом и явились недостойными любви Божией, что показали бы, когда бы потребовалось большее умереть за брата? Потом еще продолжает обличать тех, которые ограничивают любовь словом и обнаруживают ее только на языке. Станем, говорит, любить не словом или языком, но делом и истиной. И вот почему узнаем, что мы от истины. Потому узнаем, что любим брата не словом, но делом и истиной. Что узнаем? То, что мы от истины. Как узнаем? Так что говорящий одно, а делающий другое, не соглашающий дело со словом, есть лжец, что он не истинен. Далее стихи 19-22. И успокаиваем пред Ним сердца наши, ибо если сердце наше осуждает нас, то кальми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. Это значит, через истинность, а истинствовать мы будем тогда, когда словам нашим будут соответствовать дела, мы успокоим совесть свою. Ибо словом сердца он называет совесть. Как же успокоим? Поставив себя в такое положение, чтобы произносить нам слова пред свидетелем Богом, ибо это значит слова «пред Ним». Если, говорит, не будем делать так, и совесть или сердце наше осуждает нас, то, очевидно, мы согрешаем. Если же мы во время греха не можем укрываться от совести своей, которая ограничена, как и человек, существо ограниченное, то тем более не можем укрыться от Бога, беспредельного и вездесущего. Смысл этого изречения такой. Дети, не будем лжецами друг перед другом, любя одним только языком, но докажем любовь и делом. Поэтому узнаем, что мы от истины, то есть от Бога, и что говорим, будем говорить, как в виду Бога. А кто, хотя бы он был бесстыдней бесов, позволит себе лгать пред свидетелем Богом? Если же не будем делать так, то тогда, когда говорим, что любим, сердце наше осуждает нас во лжи, и мы грешим. Как так? Да потому что думаем укрыться от вездесущего Бога. Посему, возлюбленные, настроим себя так, чтобы быть нам неосужденными пред самими собою, будем истинствовать друг пред другом, и тогда получим дерзновение пред Богом. А при этом дерзновении несомненно получим все, что не попросим у Него. Почему? Потому что соблюдаем заповеди Его. Ибо кого просят, того весьма много преклоняет к выслушиванию благопокорность просителей, только бы просили, не сомневаясь. А если мы соблюдаем заповеди Его и делаем угодное перед Ним, то и будем надеяться, что молитвы наши не будут напрасны, потому что при искреннем взаимном расположении двоих один обыкновенно действует немедленно на пользу другого. Какую же заповедь Его мы соблюли? Ту, которая повелевает нам «Да любите друг друга!» Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 34. Стихи 23, 24. «А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. Так как мы имеем заповедь веровать во имя Иисуса Христа, Сына Его, и любить друг друга, и мы сделали это, то отсюда и узнаем, что благодать Духа Его, которого Он дал нам, утвердилась в нас. Нужно знать, что выражение «веровать во имя Господа нашего» употребляется во многих местах Писания. Что же означает имя? Конечно, не иное, что как волю Его, славу, честь. Например, в словах «Господи Божий наш, как величественно имя Твое по всей земле» Псалом 8, стих 1, оно означает славу и честь. А в словах «покайтис», и докреститься каждый из вас во имя Господа Иисуса, вспомним деяние святых апостолов, главу 2, стих 38, означает волю Его. Какая же воля Господа Иисуса Христа? Крестить все народы во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вспомним Евангелие от Матфея, главу 28, стих 19. Господь заповедал, чтобы мы любили друг друга с истинным расположением. Когда же? Когда сказал, «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» Евангелие от Луки, глава 6, стих 31. «Если мы любим, чтобы ближние наши имели к нам истинное и бесхитростное расположение, то и сами должны иметь к ним совершенно такое же расположение. А так как это заповедь Господня, то когда мы пребываем в нем, тем более он дарует нам самого себя, ибо он не может отречься сам от себя, то есть нельзя допустить, что он напрасно дает нам заповеди свои и не оправдывает их прежде всех сам. Если же так, то когда мы исполняем заповеданное им без сомнения, и он послушает нас в прошениях наших, и дарование его будет твердо в нас. Целая мысль такова. Мы должны веровать во имя Сына Его Иисуса Христа и любить друг друга истинно, как он заповедал. Ибо соблюдающий заповедь его в нем пребывает, и он в нем. А что он пребывает в нас, это мы узнаем по духу или дарованию, которое он дал нам. И если оно пребывает в нас ненарушимо, то без всякого противоречия даяние его будет неотъемлемо. Когда же оно пребывает ненарушимо? Когда мы из заповеданного им о любви ничего не нарушаем по нерадению своему. Ядущим же им приемь Иисус хлеб и благослови в преломи и даяши учеником и рече. «Приимите, едите, сие есть тело мое. И прием чашу и хвалу воздав, даде им глаголя, пейте от нее вси, сия бы есть кровь моя нового завета. Я же за многие изливаема во оставление грехов». Глава 26, стихи с 26 по 28. Первое. О, как велико ослепление предателя! Приобщаясь с тайн, он оставался таким же и, наслаждаясь страшную трапезою, не изменялся. Это показывает Иоанн, Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 27, когда говорит, что после этого вошел в него сатана не потому, что пренебрегал телом Господним, но издеваясь над бесстыдством предателя. Грех его велик был в двояком отношении и потому, что он с таким расположением приступил к тайнам, и потому, что приступивший не вразумился ни страхом, ни благодеянием, ни честью. Христос не препятствовал ему, хотя и знал все, чтобы ты познал, что он не оставляет ничего, что служит к исправлению. Поэтому и прежде, и после этого непрестанно вразумлял и удерживал предателя и словами, и делами, и страхом, и угрозами, и честью, и услугами. Но ничто не предохранило его от жестокого недуга. Вот почему Христос, оставив наконец его, через тайны опять напоминает ученикам о своей смерти и на вечере беседует о кресте, чтобы через частое предсказание сделать для них свое страдание удобоприемлемым. Действительно, если они после стольких событий и предсказаний смутились, то чего не потерпели бы, если бы ничего такого не услышали? И ядущим им хлеб преломи. Для чего Христос совершил это таинство во время Пасхи? Для того, чтобы ты из всего познавал, что он есть законодатель Ветхого Завета, и что написанное в этом Завете служит прообразованием новозаветных событий, поэтому-то Христос вместе с образом полагает и самую истину. Вечер же служил знаком полноты времен и того, что дела приходили уже к концу. И благодарит, научая нас, как должно совершать это таинство, показывая, что он добровольно идет на страдания, наставляя нас переносить страдания с благодарностью и возбуждая в нас благие надежды. Если образ был освобождением от столь великого рабства, то тем более истина освободит Вселенную и предаст себя для спасения нашего естества. Вот почему Христос не прежде установил таинство, но когда надлежало уже упраздниться предписанному законом. Он упраздняет самый главный праздник иудеев, призывая их к другой страшной вечери и говорит «Приимите, ядите сие есть тело мое, ежезамногие ломимое». Первое послание Коринфянам глава 11 стих 24. Каким образом ученики, услышав это, не смутились? От того, что Христос и прежде много важного говорил им об этом таинстве, поэтому теперь Он и не дает более наставлений относительно этого, так как они довольно уже слышали, а показывает только причину страдания, то есть отпущения грехов и называет кровью Нового Завета, то есть обетование, возвещение Нового Закона. Это обещано было издревле и составляет Новый Завет. И как Ветхий Завет имел овнов и тельцов, так и Новый имеет Кровь Господня. Этим самым Христос показывает и то, что Он претерпит смерть, потому упоминает и о Завете и вспоминает вместе о Первом, так как и этот Завет обновлен был кровью. Далее опять говорит о причине своей смерти, и я же за многие изливаемого оставления грехов, и прибавляет «Сие творите в Мое воспоминание». Видишь ли, как Христос отклоняет и отвращает от иудейских обычаев. «Как Пасху вы совершали», говорит Он, «в воспоминание чудес бывших в Египте, так и это таинство совершайте в Мое воспоминание». Кровь Ветхого Завета была изливаема во спасение первородных, а эта кровь изливается во оставление грехов всего мира. «Сия есть кровь Моя», говорит Он, «изливаема во оставление грехов». Это сказал Он также и для того, чтобы показать, что страдание и крест суть таинства, и этим опять утешить учеников. И как Моисей сказал «это да будет памятно для нас вечно», исход глава 3 стих 15, так и Христос говорит «в мое воспоминание до того времени, как я приду». «Потому», говорит еще, «желанием возжелех Пасху сию ясти» Евангелие от Луки глава 22 стих 15, то есть придать вам новое установление и даровать Пасху, чтобы через нее сделать вас духовными. И сам пил из чаши для того, чтобы ученики услыша это не сказали, что такое мы пьем кровь и едим плоть и от того не смутились. Ведь когда Христос говорил об этом, то и самыми словами многие соблазнялись. И так, чтобы ученики и тогда не смутились, Он Сам Первый совершил это, побуждая их приступить к приобщению тайн без смущения. С этою-то целью Он и пил Сам собственную кровь. Что же, не должен ли, скажешь ты, совершать и древнее, и новое таинство? Ни в коем случае. Христос для того и сказал, сие творите, чтобы отклонить от древнего. Если новое таинство дарует оставление грехов, а оно действительно дарует, то древнее уже излишнее. Поэтому, как было у иудеев, так и здесь с таинством Христос соединил воспоминания благодеяния и этим заграждает уста еретиков. Когда они говорят, откуда известно, что Христос принес себя в жертву, то мы, кроме других свидетельств, заграждаем уста их и самыми таинствами. Если Иисус не умер, то символом чего служат таинства? Видишь ли, как много Христос заботился о том, чтобы мы всегда вспоминали, что Он умер за нас? Так как имели явиться последователи Маркиона, Валентина и Манеса, отвергающие это строительство спасения, то Он непрестанно напоминает о страдании и через самые таинства, чтобы никто не был обольщен и таким образом эту священную трапезу и спасает и вместе наставляет, потому что это таинство есть основание благ. Вот почему и Павел часто упоминает об этом. Затем, после установления таинства, Христос говорит «Не имам пите от сего плода лозного до дне того егда епию с вами нова во царствии отца мы его». Евангелие от Матфея глава 26 стих 29. Так как Он беседовал с учениками о страдании и кресте, то опять говорит и о воскресении, упоминает о царстве, называя таким образом свое воскресение. Но для чего Он пил по воскресении? Для того, чтобы люди грубые не сочли воскресение призрачным. Многие ведь поставляли это признаком воскресения. Поэтому-то апостолы для уверения в воскресении говорили «И же с ним я дохом и пихом». Деяние апостолов глава 10 стих 41. Итак, желая показать ученикам, что они ясно увидят его по воскресении, что он опять будет с ними, и что они сами будут свидетелями события и посредством видения и посредством дел, он говорит «Ягда я пью с вами нова, при вашем свидетельстве, вы увидите меня после того, как я воскресну». А что значит нова? Новым, то есть необыкновенным образом, не в теле подверженном страданию, но уже в бессмертном, нетленном и не имеющем нужды в пище. Итак, по воскресении Христос ел и пил не в силу необходимости, тогда тело его уже не нуждалось в этом, а для удостоверения в воскресении. Но для чего по воскресении он пил не воду, а вино? Для того, чтобы совершенно исторгнуть другую злую ересь. Так как некоторые в тайнах употребляют воду, то чтобы показать, что и при установлении таинства употреблял вино и по воскресении, когда без таинства предлагал обыкновенную трапезу, также употреблял вино, говорит от плода лозного. Виноградная желоза производит вино, а не воду, и воспевши из Идоша в гору Елеонску. Евангелие от Матфея глава 26 стих 30. Да слышат все те, которые подобно свиньям, принимая пищу без молитвы, попирают чувственную трапезу и встают от нее опьянелыми, тогда как должна оканчивать ее с благодарностью и пением. Слушайте и вы, которые не дожидаетесь окончательной молитвы при совершении тайн. Эта молитва есть образ Христовой молитвы. Христос возблагодарил прежде, нежели предложить трапезу ученикам, чтобы и мы благодарили. Возблагодарил и воспел и после трапезы, чтобы и мы делали то же самое. но для чего он пошел на гору? Для того, чтобы явить себя тем, которые хотели взять его, чтобы не подумали, что он скрывается, поэтому спешил идти на место известное и Иуде. тогда глагола им вси вы соблазнитесь о мне. Потом приводят пророчество «Писано бы есть, поражу пастыря и разыдутся овцы» Евангелие от Матфея глава 26 стих 31, чтобы с одной стороны убедить учеников всегда внимать Писанию, а с другой показать, что он распинается по воле Божией, и чтобы из всего видно было, что он не противник Ветхому Завету и Богу в нем возвещаемому, что совершающееся есть дело смотрения Божия, и что все настоящие события издревле предвозвестили пророки, чтобы ученики несомненно надеялись на лучшее. Вместе с этим дает знать, каковы были ученики предкрестной смертью и каковы после крестной смерти. Те, которые во время распятия его не могли даже устоять, после смерти его сделали сильны и крепче Адаманта. А это самое, то есть бегство и страх учеников, служит доказательством смерти Спасителя. В самом деле, если после столь великих событий и свидетельств некоторые бесстыдно говорят, будто Христос не распят, то в какое бы нечестие они не впали, если бы ничего такого не случилось. Поэтому не только своими страданиями, но и состоянием учеников, а также и тайнами Христос подтверждает истину смерти своей, посрамляя всем этим зараженных ересью Маркиона. по этому же и верховному апостолу попускает отречься. В самом деле, если он не был связан и распят, то отчего объял такой страх и этого апостола и прочих? Впрочем, Христос не попустил им оставаться в печали, но что говорит? «По воскресенье же моем варяю вы в Галилее» Евангелие от Матфея глава 26 стих 32 «Он не является с неба тотчас же и не удаляется в какую-либо дальнюю страну, но остается среди того самого народа, среди которого был распят, и почти в тех самых местах, чтобы и этим уверить учеников, что он сам и распят был и воскрес, и тем более утешить их в печали. Потому и сказал в Галилее, чтобы освободившись от страха иудеев, они поверили его словам, потому же он и явился там». Отвещав же Петер рече «Ащи и вси соблазнятся о тебе, но аз никогда же соблажнюся» Евангелие от Матфея глава 26 стих 33 «Что ты говоришь, Петр?» Пророк сказал «Разыдутся овцы». Христос подтвердил сказанное «А ты говоришь нет?» «Разве тебе недовольно того, что случилось прежде, когда ты говорил «Будь милостив к себе»» Евангелие от Матфея глава 16 стих 22 «И был обличен». Христос попускает пасть Петру для того, чтобы научить его во всем повиноваться ему и определение его почитать вернейшим собственного суждения. Да и прочие получили немало пользы от его отвержения, познавши немость человеческую и истину Божию. Когда сам Бог предсказал что-нибудь, то не должно уже оспаривать этого и восставать против многих. «Хваление», говорит апостол, «Ты будешь иметь в себе, а не военем». Послание к Галатам, глава 6, стих 4. «Надлежало бы молиться и говорить, помоги нам не разлучаться». А он надеется на самого себя и говорит, «Ащи и вси соблазняться о тебе, но аз никогда же». То есть хотя бы все потерпели это, но я не потерплю, что мало-помалу приводило его к гордости. Желая удержать его от этого, Христос и попустил отвержение. Так как Петр не внимал словам ни Христа, ни пророка, хотя Христос для того и привел свидетельство пророка, чтобы ученики не противоречили, то он научается самыми делами. А что Христос попустил Петру отвергнуться для того, чтобы исправить в нем этот порок, послушай, что он говорит. Аз же молихся о тебе, да не оскудеет вера твоя. Евангелие от Луки, глава 22, стих 32. Это сказал он для того, чтобы сильно тронуть его и показать, что его падение опаснее падения прочих и требует большей помощи. В самом деле, здесь было два преступления. Во-первых, то, что он противоречил, во-вторых, то, что ставил себя выше других, или, лучше сказать, было и третье преступление, то, что он все приписывал самому себе. Итак, для уврачевания этого Христос и попустил падение, и потому, оставивши прочих, обращается к Петру. Симони, говорит он, Симони, все сатана просят вас, дабы сеял я к пшеницу, Евангелие от Луки, глава 22, стих 31, то есть возмущал, колебал, искушал. Азже молихся о тебе, да не оскудеет вера твоя. Но почему же, если сатана просил всех, Христос не сказал, молихся за всех? Не очевидно ли, что и это имеет ту же цель, о которой я говорил выше, то есть, что Христос обращает слово свое к Петру, чтобы тронуть его и показать, что его падение опаснее падения прочих? Почему тоже не сказал он, я не попустил, но молихся? Идя на страдания, он говорил смиренно, чтобы показать свое человечество. Тот, который создал церковь на исповедании Петра и так оградил ее, что бесчисленные опасности и смерти не одолеют ее, который дал ему ключи Царствия Небесного, вручил столь великую власть и для совершения этого не имел нужды в молитве, не сказал тогда, молихся, но со властью сказал, созижду церковь мою и дамте ключи Царствия Небесного. Евангелие от Матфея глава 16 стихи 18 и 19 каким образом нуждался в молитве для утверждения колеблющейся души одного человека? Почему же сказал так? По той причине, о которой я говорил, и по причине немощи учеников своих, так как они еще не имели надлежащего о нем понятия. Как же Петр отрекся? Христос не сказал, чтобы ты не отрекся, но чтобы не оскудела вера, чтобы он не погиб совершенно, и это было делом попечения Христова. Действительно, безмерный страх, объявший Петра, все рассеял, а безмерным этот страх был потому, что Бог совершенно лишил его своей помощи, а лишил помощи потому, что в нем была сильна страсть гордости и противоречия. Итак, для совершенного истребления этой страсти Бог допустил столь сильному страху объять Петра, а что эта страсть была в нем сильна, видно из того, что он не удовольствовался тем, что прежде противоречил и пророку, и Христу, но и после того, когда Христос сказал ему «Аминь», глаголю «Яков сию ночь, прежде даже Олектор не возгласит трикраты отвержившись о меня», говорил «Ащими есть и умрете с тобою, не отвергуся тебе» Евангелие от Матфея глава 26 стихи 34 и 35 Лука же Евангелие от Луки глава 22 стихи 33 и 34 прибавляет, что чем более Христос опровергал, тем более Петр противоречил. Что значит это, Петр? Когда Христос говорил «Един от вас предаст мя», ты боялся, чтобы не быть предателем, и побуждал ученика спросить, хотя ничего подобного не сознавал в себе, а теперь, когда он ясно провозглашает и говорит «Вси вы соблазнитесь, ты противоречишь, и не однажды, только а дважды, и много раз», так именно говорит Лука. Отчего же это случилось с ним? От великой любви, от великой радости. Когда он освободился от того страха относительно предательства и узнал предателя, то говорил уже с дерзновением и, возвышая себя над другими, заявлял «Аще и вси соблазняться, но аз не соблажнюся». Зависело это отчасти и от честолюбия, так как на вечере ученики рассуждали о том, кто из них больше, так мучила их эта страсть. Вот почему Христос уничижил Петра, не с тем, чтобы побудить его к отвержению, да не будет, но чтобы, оставив его лишенным помощи, показать слабость человеческой природы. Смотри, как после этого он сделался кроток, когда по воскресении сказал «Сей же что» Евангелие от Иоанна, глава 21 стих 21 и был остановлен, то не осмелился уже противоречить, как здесь, но умолчал. Также и при Вознесении, когда услышал «Несть ваше разуметье времена и лето», Деяния апостолов, глава 1 стих 7 опять молчал и не противоречил. И после этого, когда на горнице и при видении плащаницы услышал голос, говорящий ему «Я же Бог очисти, ты не скверни». Деяния апостолов, глава 10 стих 15 и еще не знал ясно, что значат эти слова, молчал и не спросил. Все это было следствием падения. Прежде этого Петр все приписывал себе, говоря, «Аще и все соблазняться, аз не соблажнюся, ащими есть с тобою и умрете, не отвергуся тебе, тогда как надлежало бы сказать, если получу от тебя помощь». Но после падения он говорит совершенно противное, «Что наны взираете, яко своею или силою, или благочестием сотворихом его ходите» Деяние апостолов, глава 3, стих 12. Отсюда мы научаемся той великой истине, что недостаточно бывает собственного старания человека, если он не получит высшей помощи, и наоборот, что мы не получим никакой пользы от высшей помощи, если не будет у нас собственного старания. То и другое доказывают Иуда и Петр. Первый, получивший много помощи, не получил никакой пользы, потому что не захотел и не приложил собственного старания, а последний и при собственном старании пал, потому что не получил никакой помощи. Добродетель слагается из этих двух принадлежностей, поэтому я умоляю, чтобы вы, предоставляя все на волю Божию, не предавались усыплению, и чтобы при собственном старании не думали, что вы все совершаете собственными трудами. Богу не угодно, чтобы мы были нерадивы, а потому Он не все сам совершает, равно не угодно Ему и то, чтобы мы были самонадеянны, вследствие чего не все нам дал, но из того и другого отнявший вредное оставил нам полезное, поэтому же попустил пасть и верховному апостолу, чтобы сделать его кротким и возбудить к большей любви. Кому больше сказано оставиться, больше возлюбит. Евангелие от Луки глава 7 стих 47 Итак, будем во всем повиноваться Богу и ни в чем не будем противоречить, хотя бы слова его казались противными нашим мыслям и взглядам, но пусть управляет слово его нашими мыслями и взглядами. Таким же образом будем поступать и в таинствах, обращая внимание не на внешность только, но содержа в уме своем слова Христовы, слово его непреложно, а наше чувство легко обольщается. Первое никогда не погрешает, а последнее часто обманывается, поэтому, когда Христос говорит «Сие есть тело мое», то убедимся, будем верить и смотреть на это духовными очами. Христос не предал нам ничего чувственного, но все духовное только в чувственных вещах. Так и в крещении через чувственную вещь в воду сообщается дар, а духовное действие состоит в рождении и обновлении. Если бы ты был бестелесен, то Христос сообщил бы тебе эти дары бестелесно, но так как душа твоя соединена с телом, то духовное сообщает тебе чрез чувственное. Как многие ныне говорят, желал бы я видеть лицо Христа, образ, одежду, обувь. Вот ты видишь его, прикасаешься к нему, вкушаешь его. Ты желаешь видеть одежды его, а он дает тебе самого себя, и не только видеть, но и касаться, и вкушать, и принимать внутрь. И так никто не должен приступать с небрежением, никто с малодушием, но все с пламенную любовью, все с горячим усердием и бодростью. Если иудеи ели агнуться с поспешностью, стоя и имея сапоги на ногах и жезла в руках, то гораздо более тебе должно бодрствовать. Они готовились идти в Палестину, а потому и имели вид путешественников. Ты же готовишься идти на небо.